Как в нашем периоде сейчас должно выражаться отношение учеников к учителю, чтобы они вознуждались в нём, и он остался с ними? Остаётся пока должен остаться, особо нет расчёта, расчёт общий. То есть, и это не зависит от чьего-то желания, так или иначе? А так, как по происшествию состояний, как проходит, так и будет. И это было во всех поколениях, потому что законы — это универсальные законы. Поколения нуждаются, ученикам нужно, значит, есть связь телесная, если им уже не надо, или недостойны они, как это было во время Ари, когда не были достойны, или, может быть, они уже самостоятельно были большие и имели порцуфы для того, чтобы удерживать его духовный порцуф, и тогда не было необходимости связи в телах. Тогда он и ушёл. Всё по необходимости. Везде необходимость. У Рабаша было много учеников. Относительно кого-то, с кем-то он был в духовной связи, с кем-то другим, связь была только материальная. Я помню, когда он скончался, пришли люди и целовали его кресло. Вот здесь он сидел, здесь Раби сидел. Я помню, когда умер Раби из Любавича, люди приходили на кладбище, спали, просто жили там целыми неделями. Ну, как может быть? Человек, который настолько связан, я видел, люди, для них всё равно весь мир разрушен, ещё хуже. И есть такие люди, которые так связаны. Так когда Рабаш умер, допустим, часть людей были внутренне связаны с ним, часть нет. И те, кто связаны, им нужно было ещё прилагать усилия для того, чтобы остаться на связи, потому что всё-таки есть выход на другую ступень из Дакахут. Те же, которые были связаны только с телом, то у них появилась проблема. У них проблема. На утро пришёл служка и сказал, здесь нужен кто-то вместо Раби. Он пришёл ко мне, я ему говорю, для чего? Он говорит, мне нужно задавать вопросы. У меня тысячи вопросов, кого я буду спрашивать? Мне нужен кто-то, кто бы всё сказал, всё, что здесь происходит. И в этом здании, и в синагоге, и с Масером, и вообще со всем функционированием. Я без этого не могу. И так много людей было. Я им сказал, ну дайте нам неделю, дайте нам сколько-то времени всё-таки памятник поставить. Он говорит, нет, мне нужно сейчас. Так принято. Так принято. Я помню, когда умер Рафланда. Равная брака. В то самое время, когда его выносили тело из дома, из его рабочего офиса, была целая речь, говорилось о том, что его место должен занять его сын. И в это время тут же все кричали Мазалтов. Поздравляли его. То есть здесь, с одной стороны, прыс хоронят, и тут же радуются. То есть здесь всё очень чётко, просто и по делу. Всё согласно духовным законам. Если на самом деле вы, так бы они осуществились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова